Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, хотел бы узнать, почему человек попадает в депрессивное состояние, как выходит куда-нибудь из дома. Например, на отдых, например, я, как только мне станет чуть скучно, я уже перестаю за собой ухаживать, впадаю в депрессию, не хочу разговаривать ни с кем, капризничаю, что домой хочу. Почему это происходит? Когда я из дома помою, думаю, что это за ненормальный каприз был у меня там. Курорт. Вообще, это очень похоже на страх оценки, потому что, выходя из дома, как-то вот, по сути, мы ведем речь о том, что вас как-то оценивают уже. Ну, по большому счету. И, соответственно, можно говорить о том, вот, что, когда вы выходите из дома, да, вы перестаете, например, чувствовать себя в безопасности. Отсюда, собственно, и появляется, на мой взгляд, вот эта история, связанная с тем, что выкапризничать. То есть, каприз здесь, как уход от реальности получается. Уход или обхождение такое от чего-то безопасного, от чего-то понятного для вас, от чего-то спокойного для вас, опять же. И так далее. То есть, вот эта вот история, она, на мой взгляд, про апп. Хотя, конечно, на данный момент это всего лишь предположение, и, может быть, все на самом деле не так. Но выглядит это, по крайней мере, вот, с той стороны, как вы это описали, ну, вот, именно, пожалуй, что таким образом. То есть, вы боитесь оценки. Соответственно, если какой-то страх оценки у вас присутствует, то с ним не работает, потому что получается, что в глубине души вы себя сами не принимаете. Ну, а депрессия и капризы, по сути, являются механизмами, механизмами защиты, не более того. То есть, как вы себе, получается, объясняете свое состояние, так вы, получается, сами для себя его рационализируете. Нравится вам это или нет? Я думаю, что ваш такой вопрос, вот, как вы его задаете, вы не случайно задаете этот вопрос в такой форме. Как бы, немножечко дистанцируясь от себя в этом. То есть, вы говорите впервые про человека и потом говорите про себя. Например, я говорите. На мой взгляд, это не случайно, что вы так воспринимаете себя. На мой взгляд, это не случайно, что вы так относитесь к себе. На мой взгляд, это все не случайно совершенно происходит. И, в общем и целом, я думаю, что на это нужно обратить вам ваше самое пристальное внимание. Потому что, как мне кажется, проблема заключается именно в этом. То есть, это страх оценки, страх отвержения. Это некая такая, вот, я бы сказал, неуверенность в себе. Неуверенность в том, ну, неуверенность в своей, скажем так, значимости, в своей, может быть, в своей привлекательности, может быть, в своей ценности и так далее. То есть, проблематика здесь, она, вот, пока. И, само собой, что, если вы, например, с этим не согласны, да? Ну, а вы, вы можете быть с этим не согласны, вы можете это отрицать. Вот, само собой, что, в таком случае, все остается, как есть. Ну, я думаю, что он, даже если в каких-то отдельных моментах я ошибся, если я, например, ошибся, допустим, в своем предположении, а я вполне могу ошибиться, то так или иначе, проблематика эта есть и ее нужно решать. Вопрос только заключается в том, как, как вы собираетесь на этот решат? На мой взгляд, единственный способ это пойти на психотерапию. Но, опять же, непонятно, хотите ли вы этого или нет. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Позвольте вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи! ВОСТОЧНОВО zusammen! Светло, которое, сообществуя... Ото. fig할.